Магнитная индукция Когда устройство проходит над металлическим предметом, поле нарушается, происходит небольшое изменение напряжения и звучит сигнал Для этого бунта используют медную проволоку с нейлоновой изоляцией Проволоку обматывают вокруг концов пластиковой бобины определенное количество раз Полиэстер не дает развернуться обратно Для охранных металлоискателей нужно чистое железо, вклеенное в бобину Оно усилит магнитное поле проволоки Без куска железа пришлось бы делать в несколько раз больше витков проволоки И такой прибор будет не поднять вручную Теперь нужно припаять проволоку к печатной плате Затем припаять мотор вибратора, чтобы прибор не только пищал, но и вибрировал, когда найдет металл На плате установлен микропроцессор, сигнализация и другие элементы, реагирующие на сигналы от катушки Теперь катушку и плату убирают в пластиковый корпус зонда Закрепляющий зажим удерживает вибратор на месте Временно подключают питание от батареи и нажимают кнопку на плате Теперь плату калибруют с катушкой На переключатель датчика одевается плавающая головка Теперь можно закрывать И приклеивать эмблему производителя Последний шаг – подключить батарею на 9 вольт Ни один металлоискатель не покинет завод без всеобъемлющего контроля качества В металлоискатели для охоты за сокровищами вставлены более крупные катушки А значит не нужно вставлять железо, чтобы увеличить магнитное поле В этих любительских металлоискателях две катушки Одна передает, а другая принимает Благодаря такой конфигурации можно настроить зонт на поиск только определенных металлов Как и в прошлый раз, полиэстер не дает проволоке раскрутиться Провода идут в стриппер, который их оголяет На установке для испытаний проверяют Отвечает ли катушка техническим требованиям Теперь в корпус катушки помещают печатную плату Из этого корпуса тянется кабель к голове датчика Где интерпретируется сигнал катушки После установки катушек их припаивают к плате Горячим клеем неподвижно закрепляют все И запечатывают все детали внутри корпуса эпоксидом Теперь нужно установить печатную плату в контрольной панели металлоискателя Кабель, идущий от катушек, подключают к плате и включают питание Идет калибровка катушек с монтажной платой Теперь калибровку проверяют тремя разными материалами Которые металлоискатель может обнаружить в земле Никель, серебро и железо Если все работает как надо, сборка продолжается Для сигнализации устанавливают маленький динамик Теперь прикрепляют плату к головке и приклеивают этикетки Приделывают опору для руки и для плеча А затем длинный ствол Кабель от катушки уходит вверх по стволу И подсоединяется к головке датчика Сигнал от катушки передается по кабелю электронным устройством в головке Маленький компьютер обрабатывает сигнал, чтобы выяснить, нашел ли детектор металл Если да, компьютер активирует плату, чтобы дать сигнал и вывести сообщение Но земля это ни в коем случае не предел Есть даже металлоискатели для аквалангистов Полностью водонепроницаемые